Доброе утро дорогие друзья, подписчики и бизнес партнеры застрахован24.rf Очередной завтрак вместе и мы узнаем новости, которые были на прошлой неделе. Рынок страхования. Что же интересного случилось на прошлой неделе? Но самое главное, наверное, то, что Центробанк запретил страховщикам выписывать новые полисы и заставлять клиента оформлять полис ОСАГО, если он хочет внести изменения. С чем это было связано? Все мы знаем, что система РСА переходила на новую автоматизированную систему АИС 2.0. И в результате чего на протяжении полутора месяца мы наблюдали постоянные ошибки, связанные с КБМ водителей. То есть их скидкой, которую они накопили за долгий период. Сбои были на стороне РСА, безусловно. Хотя РСА говорила о том, что это все проблемы на стороне страховщика, но это не так. Страховщики были во всеоружии готовы и многие из них работали по собственным базам и подтягивали КБМ. Но, собственно, РСА не переубедишь. Так оно, наверное, и есть. Согласимся с этим. Так вот, Центробанк в результате постоянных сбоев КБМ и невозможности сделать изменения запретил страховщикам предлагать оформить новый полис ОСАГО. С чем это связано? Многие жалобы доходили до Центробанка. И лично у меня несколько клиентов приезжали в офисы тех или иных страховых компаний с желанием вписать водителя, заменить права в самом полисе, вписать госномер и внести какие-то другие изменения, на что страховые компании предлагали им оформить новый полис. Ссылаясь на то, что Российский Союз автостраховщиков не работает, общая база не работает, идут обновления, будьте добры, оформите новый полис. Так вот, Центробанк на прошлой неделе заявил о том, что этого делать нельзя. Мы обязаны, как представители страховых компаний, вносить изменения в данные полисы. Замечательно. Но как это сделать, когда не работает РСАГО, если РСАГО заработало буквально неделю, полторы недели назад? До этого момента мы с вами все наблюдали, как КБМ возвращался из единой базы. Никак. Он просто не возвращался. Он настолько был кривой, что многие страховщики работали по собственным личным базам. И собственные личные базы выгружали КБМ гораздо правильнее, чем его возвращал РСАГО. Ну да бог с ним. Это новость опять же про РСАГО. Юргенс заявил, что автоматизированная информационная система ОСАГО 2.0 в работе ЕГАРАНТа и КБМ вообще не останавливалась. Работала прекрасно. И сейчас вышла на крейсерскую скорость, которая была до обновления. То есть процесс продажи полисов ОСАГО через АИС и получение всех данных идет нормально, говорит Юргенс. Через АИС ОСАГО 2.0 в день продается по 170-180 тысяч полисов. Это крейсерская скорость, которая существовала и ранее. Об этом президент Российского Союза автостраховщиков Игорь Юргенс рассказал в интервью порталу Банкеру. Друзья мои, вот неоднократно сталкиваемся с ситуацией, когда ЕГАРАНТ в нынешнем его виде отвратительно работает в процессе оплаты полиса, постоянной ошибки, постоянные выбросы из личного кабинета. Более того, когда система хоть как-то заработала в середине августа, неделю буквально назад, многие клиенты, которые оформляли через ЕГАРАН полисы ОСАГО, не получили после оплаты данные полисы. Писали в страховые, писали в РСА, звонили. По три дня ждали данные полисы. И в итоге это привело к большим серьезным нервам для клиентов, а иногда и для страховых агентов. Потому что многие страховые агенты помогают клиентам оформить полисы через единого гарантированного страховщика. Мы надеемся, что эта ситуация изменится. Мы надеемся, что все-таки те потраченные деньги, которые были внесены именно в изменение данной системы оформления, это автоматизированная единая система АИС 2.0, все-таки заработает. Заработает так, чтобы можно было нормально, абсолютно адекватно оформить полис ОСАГО. Зачем нужна вообще эта система, друзья? Эта система дает возможность клиенту оформить полис на автомобиль, который не берет тот или иной страховщик. Ну, то есть, что происходит? Например, клиент решил оформить С-категорию через личный кабинет страховой компании РЕСА или Росгострах, или еще какой-то, да, любой. Создал личный кабинет на сайте, ввел все данные, нажал на кнопку оформить, и вдруг страховая компания по своему сегменту решила не брать этот автомобиль. То, по правилам Российского Союза автостраховщиков, данная компания должна перенаправить этого клиента на единый портал E-Garant, на котором клиент выберет другую страховую компанию и в любом случае оформит полис ОСАГО. Так вот, эта система полтора месяца плохо себя вела, совершенно отвратительно, и вот нас заверяют, что она прекрасно работала. Но давайте уже честно друг другу скажем, что работала она не прекрасно, она отвратительно работала. Ну, бог-то с ним. Если у чиновников все хорошо, будем жить в своих реалиях и будем работать дальше так, как нам приходится работать. Ну, и остальные новости, в принципе, неинтересные. Для обычного обывателя, клиента, который хочет приобрести полис ОСАГО, или страхового агента, или страхового партнера, который продает данные полисы, является представителем. Ну, в дополнение ко всему я хочу сказать следующее, что застрахован 24.RF это платформа, которая позволяет не просто сегментные автомобили категории B оформлять через B2B сайт, но еще и несегментные автомобили, которые достаточно сложно застраховать. Это автомобили, которые относятся к категории C, D, A и B с галочкой такси. Мы за эту услугу берем от 500 до 1000 рублей, в зависимости от объема несегмента, в зависимости от постоянной работы того или иного партнера в этом направлении с нами. И это отлаженная работа, которую мы запустили уже более 8 месяцев назад. Она работает, полисы все оригинальные, их можно проверить в базе РСА, позвонить страховщику, у которого этот полис был оформлен. То есть, никакого обмана. Что еще дополнительно, мы на прошлой неделе довели в сеть. Мы своим партнерам рассказали о том, что переход на платежи через карту Тинькофф более выгоден для каждого, кто работает в страховании. Не секрет для всех, что многие клиенты переводят денежные средства со своим страховым агентом для того, чтобы они произвели оплату. Ни один банк, кроме Тинькоффа, ну я пока на самом деле не встречал, может быть и есть кто-то, но тогда напишите в комментариях, что есть какой-то банк, который кроме Тинькоффа выплачивает кэшбэк за оплату страховых взносов. Так вот, Тинькофф платит. Платит минимум 1% за платеж, который идет в страховую компанию как страховой взнос. Это платеж за ОСАГО, за КАСКО, за страхование имущества, за любое страхование, которое вы производите со своей карты, если у вас есть карта Тинькофф. Мы разослали всем письмо, которым предлагаем по нашей реферальной ссылке, так как мы являемся официальным партнером страховым группы Тинькофф, оформить дебетовую карту для оплаты страховых взносов, для переводов, для любых операций. Карта очень удобная, в этом письме все подробно рассказано. Если у вас есть вопросы и вы не получили это письмо, обращайтесь ко мне, пишите в WhatsApp, Viber и Telegram, звоните. Я всегда на связи, с вами ваш Евгений Бельский и компания застрахован24.rf всегда рядом. Хорошего вторника, отличной недели, пока друзья!